В дневнике полковник Баранец, журналиста комсомольской правды, такая публикация «Последний император России. Фото глазами кандидата в президенты». Ну и дальше идёт фотография. В шапке чуть ли не Мономаха стоит царь, в руках держит атрибуты царские, жезлы, ещё чего-то. Ну и суровые небеса, снегами покрыто всё, и неясный просвет на небе, куда надо, собственно, нам всем и стремиться в этот просвет. Вот. Я по этому поводу написал, что почему-то вспомнил, что Николай-царь тоже был фотографом, как и Сергей Миронов. И довольно живые делал фотографии, потому что умел разговаривать объект, и это хорошо. Я привёл фотографии на веранде в одном кресле. Сидят сестрица и братец, младший её, на год-два. Они дети, там, шести-семи лет. Или пяти, допустим, и шести лет. Кресла плетёные, веранды деревянные, тут же какие-то цветы выглядывают у литого, у литой ограды, балкона, балкона, веранды. На переднем плане что-то такое непонятное попалось. Вот. Но дети так мило смотрят друг на друга, обнимаются, удивляются жизнью. Намечательная фотография. Вот. Я написал, что он умел разговаривать объекты, и это хорошо. И даже царь шил сапоги сам. И это плохо. Пагубное влияние Толстого. Но известно, что Толстой не зеркало, а фитиль русской революции. Так что вот, может быть, и президенту мог быть Мироновым и поцарствовать на престоле, как фотограф Николай. Вот только главное что не делать? Не назначать иностранцев в министры и не верить пророкам. Вот что ослабило царя. По этому поводу некто полковник 131-66 написал, что люди по всей стране с голоду подыхали, а он фотки делал. Ну, относительно советской власти, или теперешнего времени, при заре было еды вдоволь. Подумать только, Россия кормила Европу, а Европа присылала духи и побрякушки. А некто авиатор ЮССА написал, что «Ведь было убито во время Ленского расстрела 270 человек и ранено 250. И за это его церковь назначила святым. Это он-то невинно убиенный». А какие СМИ вспомнят об этой дате? Да никакие. Убитые-то были всего-навсего рабочие. Современные наши политики и политикары, вроде рыжего и разного рода противозащитников, тоже к этому сословию относятся пренебрежительно. Я написал в ответ этому комментатору, как вы правы. Именно российское желание силой унять недовольных пагубно для развития Николая Шипси. Поддавшись расстрелам исправить волнение, надо учиться на ошибках. Путинское желание мочить в туалетах. Диктатура закована. То же самое. Желание силой решить все вопросы. Но нельзя силой взрастить одуванчик. А страна, если ей дать покой от поборов олигарха бандитско-силовых структур, сама выздоровеет. Надо только соблюдать законы и больше ничего. Почему в анабиозе антимонопольный комитет? Бензин в стране, добывающий нефть, для соотечественников дороже, чем в Китае, которые его не добывают. Вот это и есть диктатура монополистов и олигархов. У нас проехать на такси в Москве дороже в разы, чем в Пекине. Жена сказала мне, что в 5-6 раз. Ну, я думаю, что, может, она преувеличила. Но даже в 3 раза это чудовищно. А поборы от дорожной милиции и от рейдеров до взяточников судей ну, это поборы олигарха бандитско-силовых структур. Мозаика по этому поводу предложила смотреть фильм «Открой глаза». Ну, где гадостно сторонники Путина изображают всех конкурентов до одного. И потом вывод, что только Путин спасет струну. Все это так мелко и гадко, что скорее компрометирует Путина. Ведь надо противников критиковать умело. Они же все достойные люди. И Путин даже хороший человек. Но он чекист. Вот он хороший, но чекист. А раз чекистом мыслит по-чекистски мочить тайны в туалетах, и будет диктатура закона, как тайна по телефону. 12 лет он у власти. И все блогеры кричат «Хватит! Хватит!» И Миронов, и Прохоров хорошо чем? Они заявили сразу, что отменят подтасованные выборы в Думу. Именно без вранья только можно что-то наладить государству. И совершенно замечательный комментарий дал кто-то под ником Гаубица. Ну, прям выстрел действительно из Гаубицы. Приводится письмо Толстому. Кому? Царю. Зачитаем его. Любезный брат, треть России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. То есть в заключении. Армии полицейских, явных и тайных, все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки, каторги переполнены. Сверх сотен тысяч уголовных, политическими, которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла до нелепости и запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-х годов. Вас, вероятно, приводит в заблуждение о любви народа к самодержавию, его представителю, царю то, что везде при встречах вас в Москве и в других городах толпы народа с криками «Ура!» бегут за вами. Не верьте тому, что это было выражением преданности вам. Это толпа левопытных, которая побежит точно так же за всяким непривычным зрелищем. Часто эти же люди, которых вы принимаете за выразители народной любви к вам, суть не что иное, как полиции, собранная, ну и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ. Как это, например, было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городовых. В самодержавии есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением, и потому поддерживать эту форму правления и связанной с ней православием можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия. Усиленные охраны, администрационных ссылок, казни, религиозных гонений, запрещение книг, газет, извращение воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел. Каждый период жизни человечества есть в соответствующей времени и ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни, к которой оно стремится. 50 лет тому назад такой ближайшей ступенью было для России уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть в освобождении рабочих масс от того меньшинства, которое властвует над ними, то, что называется рабочим вопросом. Подумайте об этом не перед людьми, а перед Богом, и сделайте то, что вам скажет Бог, то есть ваша совесть. И не смущайтесь теми препятствиями, которые вы встретите, если вступите на лавый путь жизни. Препятствия эти уничтожатся сами собой, и вы не заметите их, если только то, что вы будете делать, не для славы людской, а для своей души, то есть для Бога. Истина, желающая вам истинного блага, брат ваш, Лев Толстой. Ну, как Толстой предлагал? Помирить власть с народом, он никак не мог предложить, потому что он не знал этого решения. Потому что это одни благие слова, без всякого толка. Может быть, только раздражающие царя. По этому поводу я написал Толстой не зеркало, а фитиль бочки с порохом. Вот хорошее письмо написал Толстой, и хорошо подписался скромно и смиренно ваш брат. Но если бы только это делал Толстой, его бы не было цены. Но в газеты он писал гневливые письма. Если, мал, не уступите, будет революция. Ну, а что это значит? Это шантаж. То есть требования с угрозами. Поэтому это Толстой фитиль русской революции. Ну, вместе с Белинским, которому Гоголь писал, вы изгорите, как спичка, и других сожжете. Вместе с Некрасовым, который хорошо заработал на стихах сочувствие русскому страдальцу. Вместе с Горьким, который накликал, пусть сильнее грянет буря. А когда буря утихла, он приехал в Россию наготовенькое, но в тщеславной слепоте быть главным писателем страны, по предложению Сталина, в тщеславной слепоте недоразвитого писателя не увидел. Вот почему недоразвитого? Потому что не увидел. А развитый писатель Горьким глазом он не увидел, что приехал под домашний арест с последующим стаканом отравленного вина от Сальери Сталина.